И вот давайте с темы контрабанды, с которой, как выяснилось, завязан рынок секонд-хенда в Украине, в том числе. Начнем разговор с нашим гостем. Тарас Казак, экономический эксперт, пришел отвечать на мои вопросы. Здравствуйте, Тарас. Добрый вечер. Благодарю вас за участие в программе. Вот смотрите, каждый раз, когда заходит речь о таможне, о серых потоках товаров, политики, оперируют суммами в сотни миллиардов гривен ежегодно. Насколько вы можете ли подтвердить приблизительно хотя бы эту сумму? И считайте реальным сделать так, чтобы вот эти миллиарды, да, оседали не в карманах ушлых чиновников или коррупционеров, а наполняли хотя бы социальной статьей расходов в стране. Оценки размеров доходов от контрабанды коливаются от 100 миллиардов гривен до половины доходов бюджета. То есть это 500 миллиардов гривен. Министерство финансов очень консервативные оценки дает, то есть сниженные, можно сказать. И оно оценяет контрабанду в размере 100 миллиардов гривен. Это величезные доходы. И, конечно, из этих доходов имеют риск саме митники. И навколо митников какие-то еще дилки, которые на этом зарабатывают. И не думаю, что так просто они погодятся отдать эти доходы. Кроме того, мы знаем, что митница – это еще и политический интерес политических кланов. На сегодня борьба за посаду главы ДФС разгортается достаточно серьезно. Кроме того, контроль с боку правоохранных органов за митницей. Традиционно митницей контролювала Служба безопасности Украины, которая находится под контролем президента. А сегодня есть желание контролировать еще и со стороны конкурента президента, и другие политические силы Народного фронта, именно Министра внутренних справ Арсена Авакова. Потому что по домовленостям с урядом, то есть постанова, что на митнице будет еще дополнительный контроль полиции. В связи с тем, что, мовляв, СБУ недостатньо контролирует это все. Тут увеличивается количество контролеров. В результате будет, мабуть, количество хабаров. Взрослась для нашего бизнеса. Ну, посмотрим, возможно, и улучшение ситуации. Возможно, эти сотни миллиардов и начнут наполнять государственный бюджет. Тут нужно смотреть, чем это закончится. Я хочу сказать, что, правда, после того, как залякали, чтобы будет еще и МВС, доходы митницы в липне и серпне начали взрослать. Приблизно на 4-5 миллиардов гривен. Вони стали больше, чем в предыдущем месяце. То есть такое взрослание. А как сделать так, чтобы доходы были сутки больше? Может, помните, в 2014-2015 году были популярные разговоры о том, что нужно поставить на нашу митницу иноземных профессиональных митников, которые будут контролировать или покажут пример, как это делать. Про это говорил Яценюк, будучи на посаде премьера. На жаль, это все закончилось. В нашей стране все истории с иностранными варягами, на жаль, заканчиваются плохо. Доказано Кабинетом министров Украины на сегодняшний день. Прошлыми составами. Как вы в целом, вот вы о бюджете, мы начали с вами так точно упомянули, оцениваете ситуацию с бюджетом в нынешнем году, бюджетом 2018-го? Некоторые эксперты говорят, что уже эти первые полгода показали, что бюджет не будет выполнен ни при каких условиях. Вы прокомментируете. Есть статисты за 8 месяцев. 8 месяцев – это ровно 2 третины года. 8 в 12. На сегодня не получены доходы в размере 3% от плановых доходов. В абсолютных цифрах это приблизительно 19 млрд грн. Бюджет получил меньше доходов, чем он планировал. 3% – это не много, но мы видим, что как на этот показник 3% вийшли еще в квитне, так он третит практически все 8 месяцев. То есть, наверное, будет и до конца года такая же самая тенденция зберегаться. Большая проблема даже не в том, что собираются эти доходы. Большая проблема в том, что уряд не может залучить борги для финансирования дефициту. Мы знаем, что этого года дефицит бюджета, как и традиционно в Украине, 2,5% ВВП. И на сегодня уряд не смогли залучить достаточно денег, чтобы даже погасить те борги, которые он не отдал. На сегодня он залучил меньше, чем отдал, а залучить надо на 2,5% больше, чем отдал. Там велика проблема, и, мабуть, мы еще про это поговорим, что МВФ связано. Тобто, тут могут быть серьезные причины для недофинансирования выдатков. Мы бачили, что это уже был дзвеночек с пенсийным фондом в липні, когда затримка на несколько дней по выплате пенсий. И это может быть первый дзвеночек, который может перетвориться на серьезное недофинансирование выдатков восени и начальника зими. Неутешительный пока прогноз, конечно. Но вот еще одну тему я очень хочу с вами обсудить. Она точно волнует большинство наших граждан. Доллар опять растет. Причем, к сожалению, очень уверенно. Уже почти ни у кого не осталось сомнений, что к концу года американская валюта выйдет на уровень 30 гривен. Причем это еще оптимистичный сценарий. Эксперты говорят, если осенью так и не удастся получить транш от МВФ, как это планируется, то уже зимой доллар может оказаться ближе к 40 гривням за доллар. На таком фоне особенно интересно выглядят отчеты Нацбанка о том, сколько валюты перечисляют в Украину наши граждане, работающие за границей. Вот свежие данные. За 7 месяцев этого года от зарабетчан уже пришло больше 6 миллиардов долларов. А за весь год они переведут в Украину около 11 миллиардов долларов. То есть в 5 раз больше, чем нам может дать МВФ. Тарас, вот ваш прогноз. Что будет с курсом? Стоит ли опасаться каких-то резких скачков? И у нашего Нацбанка хватит ресурсов на сегодняшний день, чтобы удержать ситуацию? Тут хочу сказать две тезы. Первая теза. Национальный банк перестав контролювать курс. То есть он считает, и это написано в законе про Национальный банк, что курс это не основной проблемой Национального банка. Основной проблемой Национального банка является инфляция. Потому что инфляция больше влияет как на граждан. Потому что инфляция – это насколько вырастают товары и услуги, которыми граждане используются. И для бизнеса, потому что бизнес тоже использует эти услуги. Инфляция является приоритетом номер один. И политика Национального банка на сегодня называется политика инфляционного таргетирования. Как и другая мета, или третья, это курс. Тобто курс должен быть коливаться. Если есть больше опыта на доллар, то Национальный банк его не будет остановить. Единственное, что Национальный банк работает на валютном рынке, это не позволяет ризкие всплески ни вниз, ни вверх. Когда доллар начинает ризко взрослать, Национальный банк частину своих золотовалютных резервов начинает продавать. Если повильно росте доллар, Национальный банк не продает. Если, наоборот, доллар буквально несколько дней тому начали падать, Национальный банк начали купить этот доллар в свои золотовалютные резервы, чтобы не было больших коливаний, чтобы спекулянти не разгоняли эти коливания. Потому что на коливаниях всегда втрачают простые люди. Купают по максимуму, продают на минимум. Это, что касается позиции Национального банка. Что касается вообще курсу, так, певный тригер – это МВФ. Если МВФ в этой осени, позже в листопаде, не даст Украине кредит, размером 2 млрд долларов, с гривной могут быть проблемы. И это не оценка только экспертов, это и профессиональная оценка Национального банка. Он тоже говорит, что будет очень сложно втратить гривню, если МВФ не даст следующий транс. С высоты вашего опыта и анализа текущей экономической ситуации не будет кредита. 30? 40? Я думаю, что... Люди напуганы. Сейчас нужно как-то знать, да? Я думаю, что кредит будет. Я думаю, что кредит будет. Имоверность больше, чем 50%. 60% – это не просто оценки. Это и есть основы, так думаете, потому что приехала миссия МВФ. А миссия МВФ приезжает тогда, в тот момент, когда есть определенное надеяние от МВФ, что они все-таки приезжают недаромно. Я уже говорил об этом буквально недавно, что, скорее всего, у миссии МВФ есть четкое понимание, что украинская страна все-таки пойдет на все уступки, в том числе по цене на газ. Но гарантировать это невозможно. Потому что, как договорится уряд с МВФ, Гройсман с представителями МВФ, пока что мы не знаем. Будет подняте цены на газ, может быть. Но какого размера это подняте готовый пойти уряд? Если МВФ требует большего, или совсем до рынковой цены, а уряд будет не готовый, тогда может быть вопрос. Сейчас, все-таки, давайте я попрошу вас короткого, но четкого ответа. Приблизительно, конечно. Два варианта. Дают кредит 30 к зиме, к Новому году. Если кредит дадут, я думаю, что курс будет 29-30. Не дают. Если не дадут, курс, мабуть, будет 30-35 и выше. 40, может быть? Складно сказать, зависит от других показателей. Если нам не будет давать... Ну понятно, что и людей это пугать не хочется. Не только лякать людей, но, правда, 40 это очень высокий показатель. Треба, чтобы негативно склалась конъюнктура на наши внешние экспертные товары. Если метали будут дешевые, а газ и нафта дорогие, то мы будем куплять по импорту дорогую нефту и газ, а продавать дешевый метал, то в этом случае может быть и 40. Хорошо, спасибо вам огромное. Это Расказак, экономический эксперт, отвечал на мои вопросы. Спасибо за участие в программе.